К нашему эфиру присоединяется Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Здравствуйте, Тарас. Добрый день. Да, здравствуйте. Итак, мы не можем позволить и не позволим террористам, как Хамас, и тиранам, как Путин, победить. Это слова президента США Джо Байдена, сказанные в его обращении к нации. Он заявил, что уже сегодня направит в Конгресс срочный запрос на финансирование помощи Израилю и Украине. Сказал, что она будет беспрецедентной, и знаем, что как раз накануне Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил Байдена за эффективное выполнение наших оборонных договоренностей. Он сказал, что украинцев очень вдохновило получение ракет Атакамс, и наши воины успешно используют их на поле боя. Итак, по информации, которая просачивается в СМИ, Байден будет просить у Конгресса рекордные 100 миллиардов долларов для двух стран. Проголосует ли Тарас за эту помощь, по-вашему? Ну, я думаю, что проголосует. Почему? Поскольку так сошлись еще и внутриполитическая ситуация в США. Там фактически уже начата предвыборная кампания, что Украина и Израиль оказываются в одном пакете. И это очень хорошо для Украины, поскольку, зная, как работает бюрократическая машина в США, то если ты появляешься в этой машине, а это знак для глубинного американского государства, то это ситуация лет на 20. И то, что Израиль является союзником вне НАТО Соединенных Штатов Америки еще с 80-х годов, является... У него есть такое соглашение, которое подобного характера, которое хочет заключить Украина, и которое показывает, как оно работает. Поэтому в данном убадку мы говорим о том, что это хороший знак для Украины, и высоко вероятно, что оно будет проголосовано. Потому что республиканцы, которые активно интригуют против администрации Байдена, они как раз будут вынуждены голосовать тоже за этот пакет, поскольку они поддерживают Израиль на все 100%. Более того, Трамп даже признал Иерусалим столицей Израиля, когда он был президентом, на что не хотели идти ни одна администрация американская. Да, да. Ну и знаем об очень напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Накануне американские военные базы, Эт-Тан в Сирии, Аль-Харир и Айн-Эль-Ассад в Ираке подверглись атакам БПЛА и обстрелам из градов. СМИ также пишут о ракетном ударе по американской базе на нефтяном месторождении Аль-Амар. Также знаем, что эсминец ВМС Соединенных Штатов, дислоцированный сейчас в Красном море, сбил три ракеты, выпущенные с территории Йемена, в северном направлении. Куда именно направляются ракеты, пока не ясно, но по всей вероятности их целью была территория Израиля. Тарас, ваши прогнозы по поводу эскалации военных действий на Ближнем Востоке и, судя по всему, ЦАХАЛ таки получил добро на проведение насемной операции в секторе газа? Ну, высока вероятность, что она будет все-таки проведена, поскольку если она не будет проведена после того, что произошло то, что было опубликовано, то я думаю, что это грозит большими политическими потрясениями для Израиля в первую очередь. Поскольку никто, как и евреи в Израиле, понимает, что если ты не даешь ответ террористам, который должен быть больше, то они придут снова с более тяжкими последствиями. Это будет проявление слабости Израиля, чего они себе позволить не могут уже последние 70 лет. Касаемо прогнозов, ну, тут, знаете, тут вам прогнозы точно и никто не скажет. Можно сказать, что за эти вот две недели, неделю была проделана огромная дипломатическая работа, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки, ЕС, арабских стран, относительно того, чтобы эта ситуация не вышла из-под контроля. Первая речь идет об Иране, который бы не включился в открытую войну на стороне Хамаса. Но, судя по всему, этого не произойдет, пока они пытаются отыграться такими вот способами, это ударами по американским базам. Вот, хуситы, которые работают, ну, и вот стреляют, это тоже про иранские фактические прокси. Вот, и они вот таким вот образом показывают свое несогласие, вот, возможно, таким вот образом и ограничатся. Почему? Потому что Иран понимает, что если он перейдет через красную линию, то вероятность проведения уже военной операции против Ирана достаточно высока. Конечно, наземной операции не будет, но бомбардировки Ирана очень вероятны. Авиациями из Соединенных Штатов Америки, Израиля. А там должны понимать, что отношение к Ирану тоже со стороны многих арабских стран очень, мягко говоря, напряженное. Вот, и многие могут поддержать арабские страны уже войну против Ирана. Либо прямо, либо косвенно. Вот, поэтому в данном случае, я думаю, что они будут стараться не переходить красные линии, которые для них очень печально могут закончиться. Да. Ну и один из лидеров, правящий израильской партией Ликут, Амир Вейтман, в эфире «Пропагандистская Russia Today», пригрозил России и пообещал отплатить ей за поддержку Ирана и Хамас. Я процитирую. «Когда Израиль победит, а он обязательно победит, потому что мы сильнее, Россия заплатит за поддержку палестинцев, которые хотят устроить геноцид евреев, мы придем и сделаем так, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали», заявил Вейтман. Как бы вы прокомментировали это эмоционально сильное заявление? И что, по-вашему, теперь будет с дружбой Нетаньяху и Путина? Ну, Нетаньяху все-таки премьер Израиля. В действительности они вели политику, возможно, она имела какое-то место быть, когда Россия готова была придерживаться каких-то норм, каких-то договоренностей. Они старались с ними налаживать отношения. Была даже большая передача трансфер военных технологий. Вот эти ланцеты и орланы, которые сейчас летят в Украину, это же израильские беспилотники, лицензия которых была продана Израилем Россия в 2010 году. Понятно, что они старались задобрить Россию для того, чтобы как раз она не поддерживала Хамас, не поддерживала войну, потому что оно все-таки... Постоянное напряжение для Израиля это тоже достаточно проблематично, потому что страна все-таки с открытой экономикой. Они долго военные действия вести не могут. И поэтому они стараются либо быстро все завершить, а дальше уже выходить на какие-то конкретные договоренности. И так далее, и так далее. Но Россия своими действиями показала, что лично Путин и Кремль, они невменяемые. Разговаривать не с кем. И нужно готовиться к новой реальности, на нее реагировать. Что показала атака Хамас на Израиль, что наступила новая реальность. И поэтому в Израиле тоже произошло осознание того, что борьба за безопасность Израиля начинается в Украине. И надеюсь, это будет реализовано не после войны, а вот уже сейчас. Например, получение лицензии на производство тех же аналогов ланцетов, например, либо других вещей и технологий, которые есть у Израиля. Израиль негласно помогает Украине. Поэтому когда у нас говорят, что Израиль не помогает Украине, это неправда. Израиль просто привык действовать очень скрыто. И это очень, кстати, правильный подход. Когда ты не знаешь, что происходит, но ты понимаешь, что присутствие есть. Я думаю, что вот эти, знаете, публичные объятия Зеленского и главы МОСАДА, которые, ну это вообще, чтобы вы понимали, эти люди не дают никогда почти интервью. Тем более какое-то публичное проявление симпатии. Тут, я думаю, что эти объятия, они не случайны. Это означает, что какая-то работа ведется и, судя по всему, она будет интенсифицирована. Потому что у Израиля есть некоторый набор технологий, который интересен Украине. В первую очередь идет о беспилотниках, возможно, более нового поколения. Потому что вот россиянам продали технологию, которая, ну это начало нулевых где-то было. То есть это достаточно по израильским меркам устаревшие технологии. Но видите, как эффективно они все-таки работают против нашей армии. Поэтому в данном случае, конечно же, я думаю, что будет интенсифицироваться даже не до конца войны в Израиле. Потому что, ну что там, продайте технологию или лицензию, помогите специалистам. Я думаю, что это никак не... Мы же будем производить, например, для того, чтобы это работало у нас. Так что вот таким вот образом. Ясно. Согласен. Так, в европейских городах, несмотря на запреты, проходят многотысячные митинги в поддержку Палестины. Митингующие грозят сжигать целые кварталы. Но пока обходят только флагами Израиля. В стычках с полицией есть пострадавшие, в том числе полицейские. Очень напряженная ситуация, в частности, в Париже с этими митингами. По-вашему, если все зайдет слишком далеко и ситуация станет неуправляемой, а такое возможно. Пересмотрит ли вот такая толерантная Европа свое отношение к тем мигрантам из Ближнего Востока, кого она в свое время приняла, обогрела, накормила, платит пособия, а те вот так вот в знак благодарности сейчас готовы устраивать погромы и, собственно, делают это? Ну, я не думаю, что их выгонять, ну, по крайней мере, будет, ну, не всех. Ну, кого-то депортируют, да, потому что Европа все-таки решает свои демографические вопросы, в том числе за счет иммигрантов. Возможно, пересмотрят вопросы социальной поддержки. Там же проблема в чем? Слишком левые правительства, которые поддерживают вот выдачу пособий этим людям. И это приводит к тому, что они селятся в гетто, да, не работают, не интегрируются в общество, не учат языки и так далее. И они вот как бы живут, у них и так все хорошо. То есть европейцы работают, а эти ничего не делают. Ну, так вот происходит. Если там, например, сокращаются пособия, например, на определении какого-то периода, то ты вынужден искать работу, учить язык, становиться частью этого общества, перенимать в том числе ценности этого общества. А так, я думаю, конечно же, реакция будет, если будет выходить... Ну, мы видим уже кадры, как достаточно жестко реагирует полиция во всех странах Европы без каких-либо сантиметров. Я думаю, что они быстро все это прекратят. Тем более, что речь идет, конечно же, когда реакции здорового общества на этот, ну, реальный геноцид евреев, убийство детей, беременных, ну, без причин. И уже никто не трогал. Поэтому Израиль ушел же с газа еще в 2005 году. Помогали им, да, там, электричество поставляли. Многие открывали квоты на израильский рынок труда и многое другое. Там даже финансирование было со стороны Израиля. И понятно, что после того, что произошло, ну, симпатии, конечно, не на стороне тех мигрантов, которые сейчас пытаются протестовать во многих странах Европы. Так, Китай хочет великого возрождения нации. К 2049 году наращивает армию, ядерный арсенал, усиливает связи с Россией. Такие выводы сделали в США после саммита в Пекине. Один пояс, один путь. А какие, по-вашему, главные итоги для мира в целом? Какие основные месседжи сейчас вот были посланы из Китая? Ну, Китай показывает, что он продолжает вести свою политику, которая независима от Вашингтона. Он показывает, что наращивает свою мощь. Он показывает, что готов дружить... Слышно меня? Да-да-да, слышно-слышно. Готов вести дела с Россией, следовать своим интересам и многое другое. И он показывает, что он является альтернативным поясом. Показывает, что он является центром влияния мира и ведет независимую политику. И вот, знаете, уже наконец-то тоже в американских отчетах уже все-таки прогнозируют, что будет война с Китаем где-то в 27-м году, в период с 27-го, 35-го года. Поскольку я думаю, что это очень вероятный сценарий, поскольку Китай сейчас... Вся политика Китая направлена на уменьшение зависимости от внешнего мира. Они и технологии пытаются локализовать, они и продовольственную безопасность обеспечивают, они пытаются избавиться от зависимости от нефти и газа, поскольку они дефицитны в этом отношении. Вот солнечную энергетику, они ветровую энергетику активно развивают и так далее. С той же Россией пытаются получить по суше альтернативные источники нефти и газа, поскольку они понимают, что мировой океан контролирует Соединенные Штаты Америки. Поэтому все, что сейчас происходит, это как раз показывает, что происходит формирование неких блоков, двух блоков, которые более-менее равноценны по демографическому военному потенциалу. А это говорит о том, что военный конфликт между двумя этими блоками, он не за горами. В принципе, Байден вот в речи, где упоминалась Украина и Израиль, он в принципе об этом уже жирно намекает, что речь идет о свободном мире и авторитарной стране. И там, где он сравнил Россию с Хамасом. Это достаточно, выпад достаточно очень жесткий в отношении России, объединив их меньше. И это показывает о том, что все-таки военный конфликт, я думаю, что он достаточно, между блоками этих стран, он достаточно реален. А все-таки, если говорить о Путине и того, чего ему удалось достичь и чего нет. По мнению аналитиков, он ездил в Пекин спасать российскую экономику, но уговорить Си Цзиньпина на подписание контракта на дополнительные поставки российского газа и строительства силы Сибири-2 российскому диктатору не удалось. Ваш вывод, о чем же тогда, что удалось тогда Путину, о чем договорились они? Ну, смотрите, я не сильно уверен, что российскую экономику спасать нужно. В принципе, учитывая, под каким санкционным давлением они оказались, они от правительства России достаточно профессионально действуют. Вот я хочу, как человек с экономическим образованием, сказать, что и Центральный банк, они смогли самортизировать удар санкций, да, они смогли наладить там теневое тоже финансирование, перераспределение, замену импорта, все, что возможно, китайским импортом, а это за более низкие цены они получают. Да, стандарты жизни проседают, это понятно, потребительский набор падает, но он не так критично падает в отношении того, что есть. Да, Россия хочет строить дополнительные газопроводы, но китайцы же торгуются. Я же, как я вам сказал, они все-таки вообще хотят избавиться от нефти и газа, но, по крайней мере, ведут в этом направлении достаточно плотную работу. То есть, окажется, что и Россия ему нужна будет, потому что, в принципе, Китаю еще нужно от России получение тех технологий, которые они еще не способны делать. Например, производство атомных подводных лодок. Этого Китай еще не может делать. Я думаю, что эти технологии им интересы. Интересные реакторы на быстрых нейронах, которые есть у Росатома, например. Это им тоже интересно. И какие-то еще технологии, которые они еще не выкачали с России. Возможно, я думаю, что когда они отказываются от этого... Знаете, не факт, что там договоренность может пойти с Путиным. Там же игра еще достаточно интересная ведет, что Китай же играет еще в Мишустина. Поскольку в Италии конституцию Россия понимает, если что-то с Путиным случается, то Мишустина его будет заменять. И поэтому, конечно же, идет игра. Я думаю, что они просто торгуются, они те условия предложили. Знаете, россияне хотя бы что-то хотят заработать. Китай выставляет такие счета, что чуть ли не по стоимости отдавайте все, что у вас есть. Возможно, какие-то еще преференции для китайского бизнеса на Дальнем Востоке для того, чтобы ускорить его интеграцию в китайское пространство и многое другое. Да, и пока Путин встречался в Пекине с Дзиньпином, министр настранных дел России Лавров встречался в Северной Корее с Ким Чен Ыном. Уже есть спутниковые снимки, которые подтверждали, что ранее Северная Корея передавала нечто, как все предполагают, это было вооружение для российской армии. Вы, вероятно, и сейчас говорили на эту тему. Как считаете, продолжится это страшное сотрудничество? Я опасаюсь другого. Я опасаюсь, что там могут пойти на более плотное сотрудничество, которое будет заключаться в том, что Северная Корея может предоставить им рабочие руки для массового производства вооружения. На территории Северной Кореи. То есть Россия может дать деньги технологии, Китай может поставить оборудование. И они, ну я думаю, что для Северной Кореи небольшая проблема посадить на заводы там где-то 500-200 тысяч людей, которые в патагонном режиме в трейсмены будут делать вооружение. Вот это вот есть опасение, что они могут сделать. Поскольку у россиян все-таки они столкнулись с такой проблемой, что все-таки россияне это капиталистическое общество потребления. Не так просто загнать россиян даже при хороших зарплатах на заводы. И тем более, если смотреть их статистику, у них-то и безработица сильно упала. То есть они фактически где-то на приблизительно 3-4%. А это очень маленький показатель. Это говорит о том, что их ВПК достиг предела возможностей. И они дальше не могут его реализовать. И они ищут возможности. Поэтому надеюсь, что этого не будет, потому что корейцы могут организовать по сталинскому принципу, когда люди за еду работают на заводах. Да. И забавно бы, кстати, в этом визите, что после Северной Кореи Лавров посоветовал россиянам выбирать Северную Корею для туристических поездок и отдыха, назвав страну близким соседом и давним партнером России. Я думаю, что может выйти достаточно экстремальный тур. Ведь что происходит там за железным занавесом, в этой стране точно никто не знает. Нет. Это тот случай, когда-то приехать можно. Но вопрос, выйдешь ли ты обратно, это большой пока вопрос. Да, боюсь, что там процедуры такие, что не выйдешь. Так. И по поводу вероятной встречи Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином. Говорят по данным СМИ, что она возможна в следующем месяце. Это, вероятно, если она состоится, это будет в Сан-Франциско во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества с 11 по 17 ноября. Какие ваши прогнозы? Встретятся или нет? И кому больше нужна эта встреча? Байдену или Си Цзиньпину? Ну, смотрите. Китайцы все-таки, да, они ведут свою экономику к изоляции. Ну, не к изоляции самодостаточной, но им критичен рынок Китая. Ой, США и Европы. Они еще не прошли тот, я думаю, ну, пока тот период модернизации своей армии, они этим занимаются. Я думаю, что они, опять же, посмотрели на поведение России, технику. А у них как раз же очень много таких еще советских образцов. Я думаю, что они пока решили, что они еще не готовы нападать на Тайвань и делать вызов Соединенных Штатов Америки. Поэтому они пока демонстративно будут демонстрировать свою лояльность, хотеть, ну, требовать там, оставить там доступ на рынке и так далее, и так далее. И, конечно же, такие вот переговоры будут проходить. Но столкновение между США и его союзниками в Азии, я думаю, уже оно неминуемо. Я думаю, что и китайцы это понимают, и американцы уже это наконец-то осознают уже. Это у них становится, вот уже там вот комитет Соединенных Штатов Америки уже дал рекомендации готовиться к войне с Китаем и Россией. Это очень важный, очень важный поворот вообще американской политики. Знаете, вот есть в украинском переводе книга МакГрегора, это бывший советник Трампа, поле битв за свободный мир, так называется. Вот он как раз подчеркивал, что вот эта политика США, которая была заложена еще Никсоном, Киссинджером в 1972-1973 году, когда они помирились с Китаем, она уже не работает. что авторитарные страны начинают группироваться, они не ссорятся между собой, они уже группируются вокруг пересмотрения международного мира, вокруг того, что слишком много места занимает, условно говоря, свободный мир, и они готовятся группироваться, и нужно пересматривать политику в отношении Китая и России, потому что многие все-таки на Западе надеялись, что Россия будет союзником в войне против Китая. Это правда так и было. Но они сейчас посмотрели и видят, что это изменила все война в Украине, они увидели, насколько не факт, что это сможет сделать Россия, просто даже если что-то пообещает. И, соответственно, вот идут уже такие вот глобальные изменения, и это очень хорошо, в первую очередь, для наших интересов. Что ж, спасибо, Тарас, за эту беседу, спасибо. Тарас Огородний был в нашем эфире, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. До свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok